Здравствуйте, дорогие наши друзья и зрители телеканала ТБН. С вами пасторы Пётр и Галина Беднюк в программе «Твой лучший день». Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня в нашей передаче мы имеем замечательного гостя, который расскажет нам о своей жизни, о своих свидетельствах своей жизни, о своих переживаниях, чем он живёт, что он сегодня совершает ради Господа. И мы хотим, чтобы вы оставались с нами и рассуждали, и прислушались, что скажет вам Господь, какое свидетельство для вас будет вдохновением для новой жизни, для новых, может быть, приключений в Господе. Поэтому оставайтесь с нами. Дорогие друзья, мы очень рады представить нашего друга и брата, служителя Божьего, помазанника, прославителя, певца, композитора Александра Янцевича из Спринфолд-Масачочес. Это так замечательно. Саша, мы очень рады, что ты нашёл время и приехал на передачу. Какой название? «Твой лучший день». «Твой лучший день». «У тебя сегодня лучший день». «Безусловно». «А почему у тебя сегодня самый лучший день?» «Ну, потому что, несмотря на все какие-то недоразумения, которые иногда в жизни всё-таки происходят, мы доверяем Господу, мы упываем на Него и верим в то, что Он даёт нам всё самое лучшее». Ва! И действительно, в любое время, дорогие друзья, даже если вы сложности какие-то проходите, я вам хочу сказать, что у вас лучший день. Вы скажете, да нет, у меня сегодня не лучший день, потому что я прохожу сложности. Господь даёт вам возможность жить в этом дне. И Он говорит, воззови ко Мне, и я услышу тебя и покажу великое и недоступное. Вот поэтому сегодня самый лучший день, что мы имеем право и возможность взывать к Нему. О, дорогие друзья, это так чудесно. И брат Александр, ты расскажи, что в твоей жизни самое главное? Как ты нашел Бога? Это для тебя ценно или нет? Или твоя жизнь изменилась, как ты нашел Бога? Или ты его знал раньше? Как это произошло в твоей жизни? Я родился в семье, которая не практиковала христианство как таковое, несмотря на то, что с моей отцовской стороны родственники католики, с маминой стороны были родственники православные, но и в доме были иконы, было какое-то понятие о существовании Бога. Но никто из моей семьи не следовал Священному Писанию, не познавал волю Божью. Поэтому в 17,5 лет я встретил девушку, которая начала мне рассказывать о Господе. Мы с ней вообще познакомились просто ради того, чтобы дружить, ради того, чтобы общаться, чтобы быть просто парнем и девушкой. Но на самом деле каждый раз, когда я с ней встречался, я замечал, что она какая-то другая девушка. И, честно говоря, когда молодые люди идут на встречу, они хотят обнять, поцеловать, еще что-то, то к этому святому человеку я даже прикоснуться не мог. Потому что я понимал, что она какая-то другая. И общение с ней меняло мою внутренность, меняло мое отношение к жизни. Через какое-то время она просто, объясняя мне все нюансы того, как прекрасен Бог, как хорошо с ним жить. Я знал ее историю, я знал ее популярность в нашем городе, как она жила, как она стала христианкой. Потом она пошла в библейскую школу учиться. И когда она все это мне рассказывала, что-то начало внутри меня происходить. Особенно меня зацепил момент такой, когда в очередной раз я все-таки уговорила ее пойти в кино. И мы были на фильме, смотрели фильм, на мой взгляд, оказался замечательный такой фильм, безобидный, все. Но общение с ней приносило мне внутреннее удовлетворение и комфорт. Но после этого фильма, когда я пришел домой, я почувствовал, что все, что она мне рассказывала, как будто бы кто-то залез внутрь меня и украл этот комфорт, украл этот мир. Мне стало страшно, я подумал, вау, такого я еще в жизни никогда не переживал. Чтобы здесь мне было хорошо и здесь реально плохо. Вообще после фильмов мне никогда не было плохо. А здесь я почувствовал ту разницу, я понял, что есть этот духовный мир, и мне нужно делать какой-то выбор. И через какое-то время я просто встал на колени, попросил Господа, чтобы он вошел в мою жизнь. И, да, дорогие друзья, сейчас после короткого перерыва мы вернемся. Александр расскажет эту удивительную историю, когда он познал Бога и что этому способствовало. Если вы ищете Бога, сегодня самое лучшее время. Прислушайтесь, о чем Бог говорит в вашу жизнь. И вы приобретете то счастье, которое приобрел Александр. И будете дарить для других людей. Мы сейчас вернемся. Дорогие друзья, вы в программе «Твой лучший день». Сегодня с нами замечательный гость Александр Янчицевич, который рассказывает вам свою жизнь и свое путешествие к Богу. Это очень интересная история. Я уверена, что вам понравится. И сегодня, когда он начал, мне уже нравится. Это очень интересно. Поэтому, пожалуйста, продолжи. История действительно интересная в том плане, что, как говорят французы, «Ищите женщину». То в этой истории непосредственно девушка имела очень огромное значение и огромное участие в том, что произошло с моей жизнью. И, как я уже говорил, мы встречались, мы общались. И потихонечку-потихонечку я понял, что мне нужно меняться, и я должен принимать какое-то решение. И, конечно, безусловно, то, что мы имели в доме какое-то общее понятие о том, что Бог существует, и то, что она мне рассказывала, оно помогло мне не сопротивляться, как некоторые люди. Что, да ну, Бога нет, это все сказки, это там для бабушек, это еще там для кого-то там. Ну, я молодой человек, зачем мне Бог, как бы мне жить, надо радоваться, веселиться. Значит, фактически начатки тебя уже были. Да. И я думаю, что вот это очень хорошо, когда с детства уже было что-то привито, и фактически Бог уже работал даже через то основание, которое было. Потому что, действительно, атеизм, он очень просто блокирует, и люди часто вроде бы и хотят общения этого, и думают, о, это что-то ненормальное. Да, поэтому это очень хорошо, что как бы уже была ступень одна к Богу с детства, и ты уже фактически на тебя направила, на личные отношения. Ты говоришь, что ты нашел Бога, да? Да. Правильно сказать? Да. Но что такое нашел Бога? Вот люди идут по дороге, что-то находят, что-то берут, если это даже не их. Они говорят, это мое, я нашел. Что это значит такое, нашел Бога? Знаешь, вот интересно, я думаю, что будет сказать в этом случае. Очень многие люди надеются на то, что Бог, это, предположим, крестик они носят, да? Вот рядом со мной Бог. Или, предположим, там, у них есть икона в доме. И это значит, есть Бог. И, как я уже сказал, у нас в доме были иконы, и в свое время, я помню, я купил себе и крестик, и все. Но, тем не менее, я не чувствовал присутствия всемогущего Бога рядом со мной. Но когда вот общение с этой девушкой открыло для меня то, что Бог – это личность, и я могу с Ним общаться, и я начал с Ним общаться, я начал чувствовать эту полноту, мои молитвы преобразились. Когда я молился, я чувствовал, когда передо мной открывается небо. То есть, когда ты находишь Бога, ты реально, порой на физическом уровне, ты чувствуешь присутствие кого-то в твоей жизни. Ты можешь с Ним общаться, ты говоришь Ему о своих неудачах, и поэтому приходит твой лучший день. Потому что если ты Ему рассказываешь, есть такая песня даже «Меняю печали, меняю болезни», то есть, такой делаешь замену, ты отдаешь свои печали, свои болезни, свои какие-то неудачи, и Бог дает тебе мир, Бог дает тебе покой, Бог направляет тебя, потому что ты ищешь Его волю. Поэтому найти Бога – это найти мир, найти покой, найти общение с Ним. И на самом деле я поняла, что ты тот человек, который пережил, и знаешь, что есть молитвы, которые ты чувствовал были услышаны, и молитвы, которые ты просто молился, потому что понимал, надо молиться. Да, сто процентов. Вот это очень интересно, что ты лично пережил, и я думаю, что, дорогие друзья, если вы не уверены, что ваша молитва услышана Богом, постарайтесь быть уверены, найдите его, потому что Библия говорит о том, что если вы ищете Меня, и ищете, интересно, что есть условия, ищите всем сердцем, то я буду найден вами. И у Бога есть условия. Когда человек ищет Бога только так, на всякий случай, когда мне надо Бога защитить, как мы говорили, Бог в кармане. Он у тебя, когда Он тебе нужен. А получается, в жизнь твоя не подчинена Ему, и Он не является Господином, но Бог на такие отношения не соглашается. И когда вы только осознаете, что Бог мне нужен, и вы обращаетесь к Нему, и предоставляете свое сердце, вы знаете, Он приходит, и вы почувствуете, что Он слышит вашу молитву, Он слышит вопль ваш, Он слышит ваше стенание, Он знает, и только знает, и отвечает вам. Вот это очень важный момент, который мы хотим, чтобы вы усвоили сегодня. Саша, ты говоришь, что ты познакомился с девчонкой, и благодаря этой девчонке ты вот начал поиск свой Бога. Да. И эта девчонка, она, ее какая судьба в дальнейшем? Ой, я так хотел уйти от этого вопроса, потому что на самом деле, на сегодняшний момент, это человек, который отошел от Господа. Это печально, да, но, к сожалению... Да, но в моей жизни она сыграла как бы основную роль. Да, фактически. В тот момент Бог ее использовал для того, чтобы она могла тебя привести, но это не спасло ее, если она что-то на что-то променяла. И на самом деле, дорогие друзья, звоните, пишите. Делитесь со своими переживаниями, своими нуждами, потому что мы нуждаемся друг в друге. И видите, я думаю, что иногда вот люди были потеряны, потому что вовремя никто не нашелся, может быть, поддержать или увещевать, или направить, или сказать, что нет, несмотря на то, что ты проходишь сегодня временное обстоятельство, и тебе кажется, что Бог не слышит и не понимает тебя. Оставайся верным Богу, поддержать. Поэтому мы нужны друг другу, и телеканал ТБН, он для этого, чтобы поддержать вас вовремя, в тот момент, когда вы в разочаровании, в тот момент, когда вы, может быть, разочаровались в самом Боге. И это очень важно. Смотреть и слушать, и Бог поддержит вас, и вы останетесь в том положении, что вы не потеряете Бога. Это самое дорогое, что мы имеем в нашей жизни. Мы возвратимся через несколько секунд. Друзья, вы в программе «Твой лучший день». И сегодня с нами Александр Янцевич. Он дает свое свидетельство, как он нашел Бога, как пришел к Богу. И он говорит о том, делится, как важно ценить то, что он нашел в своей жизни. Ведь только что мы говорили о том, что иногда Бог использует, в основном, Бог использует также людей, чтобы помочь друг другу. Если я узнал о чем-то хорошем, я делюсь с другими людьми. Это нормальный образ такой жизни. Но печально то бывает. Обратно же, мы не судим людей, мы не судьи, Бог есть судья. Дай Бог каждому нам покаяние. Все мы, когда учимся ходить, мы спотыкаемся, падаем. В нашей жизни тоже была ситуация, когда мы начинали служение, Бог послал людей определенных. Очень горели таким огнем Божьим, и спасать людей. И потом они отошли от служения. Мы не говорим, что от Бога отошли, мы не знаем. Но факт того, что все равно есть предостережение. Господь говорит, смотрите за собою, чтобы вам не потерять то, над чем вы так долго трудились. Сегодня, дорогие друзья, есть опасность. И мы сегодня будем говорить. И в других наших программах, которые мы планируем сделать, мы также будем освещать эту тему, как важно, имея Божье призвание, не уходить от Божьего призвания. Иначе мы можем потерять многие вещи. И самое печальное, что жизнь вечная. Многие утверждают, что ее нельзя потерять. Да, Бог не забирает у нас дара того, который Он дал. Но если мы не осторожны своей жизнью, своим поведением, то Библия говорит, что мы можем потерять то, над чем мы так долго трудились. Поэтому, дорогие друзья, Библия и предостерегает нас, чтобы мы поступали бережно, аккуратно, чтобы мы были внимательны. Потому что есть враг, который не щадит сегодня нас. И хочет выкрасть у нас благосостояние. Он хочет украсть, убить и погубить. Но хорошая новость в том, дорогие друзья, что пришел Иисус, Сын Божий, Иешуа Хамашия, который принес нам спасение, который приносил нам избавление и дает нам надежду и упование, чтобы мы могли стоять в вере и действительно двигаться, совершать свое спасение до конца. Писание говорит, что твердого духом ты хранишь в совершенном мире. Пусть Бог хранит вас. Да, Саша, пожалуйста. Сто процентов, сто процентов. Знаешь, как бы я очень благодарен Богу за ту встречу, за ту девушку, за то, что я познал Господа, знаешь. И я помню, когда я пришел первый раз в церковь, к этому моменту я уже был студентом музыкального училища. В зале было несколько бабушек. Вот сколько бабушек было, столько было тональностей, в которых они пели. И как профессионала в музыке можно было бы соблазниться и сказать, да что это за балаган вообще какой-то. Сидит какой-то дядька, что-то читает в очках, еле-еле читает эти слова, ломая. Но я до сих пор помню эту проповедь. Это была проповедь о богатом юноше, который не смог удержать то, что, в принципе, с детства, чему был научен. Поэтому вот это подтверждение тому, что ты сказал, что спасение можно потерять. И Слово Божие об этом говорит, что можно не удержать то, что тебе было дано. Поэтому Господь и говорит, что совершайте свое спасение. Поэтому мы должны понимать, что как и в спорте, и в любом виде искусства, не начало нас спасает. Если мы только начнем, но конец, концом мы увенчимся. Дорогие друзья, напишите и позвоните нам, что вы хотите больше знать Бога. Если, возможно, вы затруднительны обстоятельства своей жизни, и вы ощущаете пустоту, может быть, в своем сердце. Сегодня лучшее время вашей жизни. Сказать, Бог, приди в мою жизнь. Я хочу знать тебя, как Александр в свое время сделал. И он не пожалел ни минуты в своей жизни, что он пригласил Господа Иисуса Христа в свое сердце. Мы сейчас вернемся. Дорогие друзья, вы в программе «Твой лучший день». И когда мы слышим это свидетельство, мы должны для себя сделать вывод, определенный вывод, что то, что мы имеем, как важно не потерять. И я думаю, что есть одно место. Самое надежное, чтобы не потерять, это быть в призвании Божьем. Быть в том месте, где Бог определил для тебя. Пусть это будет служение, пусть, может быть, это какая-то профессия, которую Бог использует для того, чтобы прославилось Его имя. Но это быть очень важно, быть там, где Бог для вас определил это место. И обычно это место, я вам скажу, чтобы быть в контакте с телом Господним, это просто необходимо для того, чтобы сохранить спасение. И если вы живете где-то, может быть, в каких-то странах, и вам недоступна церковь, имейте контакт с кем-то, вот с телеканала ТБН, звоните, пишите, рассказывайте о себе, рассказывайте о том, насколько важно вам это общение, чтобы кто-то за вас молился, может быть, вас адаптирует какая-то церковь, которая будет молиться за вас, которая будет нести попечение духовное о вас. Но очень важно не быть потерянными, не быть просто отлученными от, можно сказать, такого взаимодействия и контакта, непосредственного с телом Господним, чтобы вы могли возрастать, утверждаться, укрепляться и прославить Бога своей жизни. Саша, я вижу, что на твоем примере такой яркий контраст. Ты не знал Бога, ты познал Бога, ты идешь сейчас за Богом, познаешь Бога. И что тебе дает в твоей жизни именно то, что ты нашел Бога? Ты счастлив, или жизнь твоя поменялась? Что для тебя вот Бог? Мы говорили только о жизни вечной. Это важно для слушателей наших, для людей, которые, может быть, неуверены, есть ли вечность или нет. Я знаю, что душа их желает жить вечно. Вы знаете, все сопротивляются смерти, но все радуются жизни. Что-то на свет появляется, простение или что, все радуются, но когда человек умирает, все просто увядают и сопротивляются. О чем это говорит, друзья? Это говорит о том, что мы не хотим умирать, мы хотим жить вечно. И Бог предназначил для вас жизнь вечную, но вы должны избрать. Бог насиловать вас не будет. Он не будет насильно нам что-то давать, Он бы не был Богом любви. Поэтому сегодня Господь говорит через Свое Слово, что я люблю вас, придите ко мне все концы земли и будете спасены. Бог так возлюбил вас, дорогие друзья, что Он отдал своего единственного Сына, чтобы вы сегодня не умирали, но могли жить. Чтобы вы сегодня не оставались в проклятии, в аде, но могли пойти иметь благословение, иметь жизнь вечную. Иногда это непонятно нашему человеческому уму, но когда вы откроете свое сердце, возможно, вы ощущаете прямо сейчас пустоту в своем сердце, недовлетворенность. И помните, что никто не может заполнить это место, кроме Бога. Поэтому Бог вас сотворил. Не люди вас сотворили. Вы произошли от своих родителей, но ваших родителей Бог создал, как и вас, чтобы вы могли познать Бога Отца, Бога Творца, и воздать Ему славу, и принять Божье счастье, благословение, и дарить для других людей. Саша, как твоя жизнь изменилась? Скажи. Я хотел бы несколько примеров просто привести. Того, что когда я только покаялся, и я учился, говорю, в училище музыкальном, и ребята, которые молодые меня встречали, они говорили, «Алекс, ты просто похоронил свою молодость». Да, буквально так и говорили, потому что теперь тебе нельзя с девочками спать, тебе нельзя пить, тебе нельзя еще что делать. То есть вся радость жизни, с которой люди связывают радость жизни, теперь ты ее не можешь иметь. Но, видишь, прошло время, вот 20 лет прошло в этом году, с тех пор, как я покаялся, я могу сказать, что некоторых людей, которые говорили мне тогда, эти слова, их уже нет. Вау. То есть вот эта вот безудержная радость, этот суррогат, он просто привел их к тому, что они больше ничего не могут переживать, ни радости, ни воли, ничего. Да, Саша, ну, свидетельство, то, что вот прошли годы, это свидетельство того, что Бог живой, и ты не постарел, но еще молодеешь. И мы очень рады, что ты был с нами в программе «Твой лучший день» в нашем любимом городе, городе братской любви, Филадельфии, и мы надеемся, что мы еще сделаем передачи с тобою. Конечно. Поэтому мы очень рады, что мы имеем эту возможность сказать людям о Боге. И у нас остается буквально, наверное, минута времени. Скажи несколько слов для наших телезрителей и благослови их в молитве, чтобы они обрели такое же счастье, которое обрел ты. Посмотри вот в камере, просто благословляй людей. Друзья мои, особенно люди молодые, я хочу обратиться к вам, потому что я покаялся в 17,5 лет, и, как я уже сказал, что ребята надо мной смеялись и говорили, да ты что, это все ерунда. Но прошло 20 лет, у меня крепкая семья, у меня хорошие друзья, у меня сегодня телепрограмма, в которой я могу иметь участие, у меня концерты по всему миру. Это то, что сделал для меня Господь. 100% я этого бы не имел, если бы не Он. Поэтому, если ты сегодня примиришься с Господом, если ты поймешь, что Он живая личность, с которой можно общаться, и, может быть, ты сегодня делаешь уже какие-то шаги, но все это преобразится, твои молитвы, все преобразится, жизнь свою преобразится. Поэтому я вас благословляю, чтобы вы не боялись, чтобы вы сделали этот шаг к Господу, и Он сделает к нам 10 шагов на встречу. Примите эти благословения прямо сейчас. Дорогие друзья, мы очень рады, что вы были в программе «Твой лучший день». И в конце нашей программы, вы будете слушать композицию и песни Александра Янцевича. Они вас благословят. Они вас благословят. Поэтому напишите ваши отзывы, ваши молитвенные просьбы. Мы будем очень рады общаться с вами, слышать от вас добрые отзывы. И мы будем рады, когда вы сможете передать благословение для других людей. Ведь для этого Господь нас и сотворил, и благословляет, и любит до ныне. Мы вам посылаем сейчас вместе. Шалом!